Мелон Рич ТВ Вот эта квартира, которую мы сняли, она находится рядом с моим домом в двух шагах буквально. Я вышла из одного подъезда и зашла в соседний дом в другой подъезд. Для удобства, потому что постоянные выезды на гастроли, концерты и прочее, костюмерные находятся фактически под рукой. Все-таки 30 лет творческой деятельности имеет огромное количество уже архивного материала. И когда я уже поняла, что ни костюмы, ни вот эти вот все фотографии и прочие бумаги, договоры, ничего это уже не умещается в моей квартире, я приняла решение, что мне нужно рядом с домом, чтобы у меня была такая вот мастерская. Такой легкий хай-тек в сочетании, допустим, с зеркалами здесь идет, потому что я еще рассчитывала на то, что если какие-то, у меня же танцоры, если какие-то нам нужно движения, что-то, что-то порепетировать, то мы можем даже здесь собраться, встать перед зеркалами и что-то поучить, заучить. Здесь вот вы видите, висит мой логотип, я ставлю его на дисках. Вот я еще, помимо всего прочего, занялась коллекцией сумок и на сумках. Вообще я понимаю, что должен быть еще какой-то доход, помимо всего прочего. Все же в жизни может случиться. Столько появляется разных артистов сегодня, и вообще все так меняется с бешеной скоростью, что, возможно, публика меня забудет, потеряет ко мне интерес. Я, конечно, буду делать все для того, чтобы это не произошло, но тем не менее. Я впечатляла, что нужен какой-то, ну, не знаю, может быть, назвать его бизнес пока нельзя, потому что он не приносит мне никаких доходов, но это такое увлечение мое. Мне интересно, я, как любая женщина, люблю украшения, люблю сумки, обувь. И я долго думала и долго внашивала всю эту историю, что же мне все-таки делать, заняться какими-то ручными украшениями, да, потому что я люблю мастерить сама тоже, и многие костюмы свои оформляла, сценические сама делала, и обувь обклеивала камнями сваровские и так далее. Так сложились обстоятельства, что я встретилась с людьми, которые занимаются шитьем сумок, и они мне сказали, Наташа, ну, если вам интересно, давайте попробуем. И мы попробовали, сделали первую коллекцию, на презентации было много артистов, я всем им подарила сумки, с теми, с которыми они выходили на подиум, все ушли счастливые и довольные, и сказали, Наташа, ждем еще новой коллекции. Я же не на потоке это все сделала, да, для того, чтобы просто там огромными количествами закидывать это в магазин. Нет, конечно, это все в маленьких количествах делается, каждая сумка эксклюзивна. И я хотела бы сделать, наверное, такую джинсово-бархатную коллекцию, может быть, ближе к молодежи, там, как раз к школьному времени, может быть, какие-то рюкзачки для мальчишек и девчонок. Наталья, вот мы подошли к этому чудесному, такому футуристическому креслу, расскажите, пожалуйста, его историю. Ну, вот это дизайнерское кресло, которое сделали специально, вот, ну, как бы, нет, они существуют такие, но это именно лично мое, почему, сейчас вы поймете. Потому что здесь есть вот такая надпись «Наталья Гулькина». И это компания, которая занимается отбеливанием зубов. Я, конечно, в этом кресле не отбеливаю себе зубы, это понятно, очевидно, но я его использую, в нем действительно можно посидеть, расслабиться. И здесь есть и радио, сюда можно вставлять флешку. И вот там, если вы видите, там есть колонки, и ты можешь сидеть и слушать музыку, то есть в стереозвучании, хочешь громко, хочешь тихо, пожалуйста, а можешь и не слушать музыку, просто сидеть и наслаждаться, и радоваться жизни. Ну, вот видите, здесь много всего. На самом деле собираю я это все с 14 лет где-то. Очень много мне дарят и мои друзья, поклонники. Прям вот эксклюзивная, допустим, работа, прям подписана «Наталья Гулькина». То есть это ручная, вот кто-то, из чего это делается, я не представляю. Но очень красиво и здорово. Вот, кстати говоря, эта же девочка сделала похожую туфельку и тоже подписала ее, мои инициалы здесь. И, в общем-то, просто большая молодец. А так это все приводится с разных городов, стран, где я бываю на гастролях. Вот, кстати говоря, было мероприятие недавно совсем. Вот такие вот туфли шоколадные, это из белого шоколада туфли. И, в общем-то, случайно, они моего размера, да, 37-38. Я стала примерять, и сбоку отвалился кусочек шоколада. После этого я решила, что все, больше я к ним не прикасаюсь, пусть они так в коробочке и стоят. Но, кстати говоря, шоколадом пахнет. Есть и обувь в виде салонов, есть и в виде чайничков и так далее. То есть новогодние игрушки, туфельки, всевозможные сапожки. И, допустим, вот то, что все знают и видят в Германии, продаются деревянные вот эти вот башмачки, да. Допустим, Амстердам, Гжель. Ну, много-много всего здесь и в двух словах не расскажешь. А началось все вот с этого башмачка, вот с этой пинеточки, которую привезла мне моя тетя из-за границы. Наталья, за долгие годы концертной деятельности скопилось уже такое количество костюмов. Наверняка у каких-то есть своя история. Да, историй очень много, истории разные. И вот, например, вот это вот висит прямо перед вами, такая, ну, жакет или, я не знаю, как сказать, кофта такая удлиненная. Я расклеивала ее сама. Вот каждый камушек, все, что здесь есть, я расклеила сама. И однажды ко мне пришла женщина за кулисы и просто умоляла меня продать ей эту блузку. Она говорила, что у нее там какое-то впереди там торжество невероятное, где она должна выглядеть сноушибательно. И она просто влюбилась в эту блузку, когда я вышла на сцену. Я говорю, вы знаете, давайте я лучше что-нибудь подобное, если хотите, я вам сделаю. Я говорю, да вы что вы, правда, можно и так далее. И на самом деле это я купила в обычном дизайнерском магазине. Именно то, что вот там была еще в другом цвете. Женщина не поленилась, это было в Туле. Женщина не поленилась, приехала в Москву. Я выбрала день, мы пошли в этот дизайнерский магазин и выбрали подобную кофту, только другого цвета. И я, в общем-то, ей расклеила, ну, показала, во всяком случае, как делать частично. Дальше я дала камни, клей, и, в общем, она доделала это все сама. И как-то мы с ней созванивались. В общем, она говорит, все были в восторге на мероприятии, все говорили просто, я говорю, а у меня дизайнерская вещь от Натальи Гулькиной. Здесь это старый тоже костюм, который уже теперь, конечно, не носится. Здесь было большое такое оранжевое буа. И когда я выходила, ну, он у меня был застегнут. Я пела половину песни, вроде такая вся кукетка из себя. А потом я брала вот так вот и раскрывалась, расстегивалась. И зрители зал делали так. Причем все делали, потому что эти яркие, вот, так сказать, оранжевые такие невероятные цветы, все это кидалось, конечно, в глаза. Сумасшедшее совершенно впечатление производило на зрителей. Эти туфлики я сделала под этот костюм. Видите, они сочетаются. Было очень сложно найти, это было давно. Что-то вот подобное. Я не могла никак оранжевый цвет найти. Ну и потом, прямо вам скажу, на каком-то обувном рынке большом, на автозаводской или еще где-то, я купила вот просто лаковые туфли. И дальше клей, камни. И все это я сделала сама. И тоже много-много лет они отработали, такие черевички, которые мне не поднимается выкинуть рука. Это реально эксклюзивная вещь. Наталья, у вас есть еще замечательный альбом, который фактически воспроизводит всю вашу творческую деятельность. Да, мне друзья сделали такой подарок. Вот этот прекрасный альбом, я вам сейчас его покажу. Здесь такая некая история. Ну, во-первых, как всегда, потешит самолюбие. Любому артисту приятно увидеть звезду. Мне так сказать можно сказать, плитка, запечатленная на века. И вот начинается вся вот эта вот история. Какие-то нелепые костюмы мы одевали на себя. Какая-то сетка. Вообще, просто сейчас смотрю и диву даюсь. Совершенно невероятный какой-то яркий макияж. Это вот уже группа звезды. Там был «Мираж», возрождение «Миража» 2004-2011. А дальше уже пошли вот мои концертные истории всякие разные, гастрольные. «Три мушкетера». Я пела в мюзикле «Три мушкетера» Максима Дунаевского. И были некоторые даже попытки сниматься в фильмах. Самый лучший фильм. И «Детка» на канале СТС. Я вот такая рыжая была. Это замечательные медиапроекты. Большие гонки, где я как спортсменка зажигала «Будь здоров», с горок там летала. На Детском Евровидении вместе с Егором Дружениным мы были педагогами и готовили детишек несколько лет назад. Это проекты «Суперстар», где я на себя какие только образы, так сказать, не примерила. И бабы, и ги, и снежинки, и красавицы, и всего на свете. Наталья, спасибо большое. А я напоминаю, мы были в гостях у известной и популярной исполнительницы, телеведущей Натальи Гулькиной. Оставайтесь с Мелон Рейч. Спасибо. Всем отличного настроения. Пока.